Всем привет! Это программа «Вперед, Николаев!». Сегодня мы приехали на центральный городской стадион, где продолжают подготовку ко второй части чемпионата муниципальный футбольный клуб «Николаевс». Сегодня здесь пройдет двухсторонняя игра, в которой тренерский штаб сможет посмотреть новичков, а мы пообщаемся с главным инвестором нашей команды Сергеем Кантором. Продолжается межсезонье для муниципального футбольного клуба «Николаевс». И пока футболисты готовятся к второй части чемпионата, Сергей Анатольевич Кантор делает все для того, чтобы для них эта вторая часть чемпионата состоялась. Сергей Анатольевич, но самый первый вопрос, который сейчас волнует болельщиков, это вновь нависла угроза не аттестации нашего стадиона. Это значит, что не только чемпионатов, а и полуфинал Кубка Украины, исторический для нашей команды, может не состояться в Николаеве. Стадион аттестован в 2016 году на весь сезон, на сезон 2016-2017 года. То есть речь не идет о весенней части чемпионата. Речь может идти о чемпионате 17-18. Это его осенняя часть, но и далее. Да, действительно, мы будем иметь в Николаеве комиссию, которая будет аттестовать наш стадион. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем административно-бытовой корпус, который находится в состоянии капитального ремонта. Два месяца работы были приостановлены. Установлены январь и февраль по сегодняшний день. И, скорее всего, это будет еще продолжаться какое-то время. На период капитального ремонта АБК первоначальный график предусматривал, что в июле мы, по идее, должны были его завершить. Но, учитывая, что два месяца мы сегодня уже потеряли, учитывая то, что появилась необходимость в корректировке проекта в некоторой части. Сейчас мы развернули работы и завершаем предварительную подготовку по тренировочное поле. По сути дела, это тренировочное поле должно быть переходным в будущем, когда нам придется реконструировать основную часть стадиона. Там подпадает под реконструкцию и сам газон, подпадает под реконструкцию лекалитическая составляющая, строительная составляющая, сети. Газон, который строится, его нормативная надежность, так скажем, это 20 часов в месяц. Зеленые газоны, когда мы ездим, к примеру, в другие области, города, та же Одесса, ну не важно, Ингулец, там мы видим, что база это 3-4 поля. Почему? Потому что 20 нормативная для всех, газон это 20 часов в месяц, это для всех, значит, и политиков, и любителей, пусть должны знать. В этом случае гарантия на газон, та, которая по нормативу, это может быть 10 лет и так дальше. Если это больше, то поле убивается там за 2 сезона, оно может быть убито, но сам газон, сама трава, вот ее постелить или посадить и вырасти. Да, это где-то в ценах сегодняшних порядка, ну где-то 1.500.000, 1.800.000, все зависимость еще от семян и коврика. Ну, в общем, есть там специфика в этом деле, ну в пределах 1.500.000, ну плюс дренажи и... Нет, дренажи это отдельная история. Сам, вот мы сейчас строим этот стадион, вот, да, в бюджете выделено, там квоты были депутатские и так дальше, да, но пока на поле у нас есть 8.600.000, вот. Вот, ну это полноценный стадион уровня проведения игр для команд второй лиги, вот, то есть число сидений не менее 500, навес, ограждение, табло 4 на 6, автоматический полив, вот, газон и так дальше. Это, значит, сейчас смета заканчивается, есть проектант, вот, ну я вам скажу, что по данной части в Николаеве, значит, проектанты не имеют большого опыта проектирования, мы, значит, ну ребята, так скажем, ответственно, и те, которые реконструкцию центрального газона, сейчас центрального части стадиона делают Фуртатова и Зубик Анатолий, который делает тренировочное поле, ребята, как бы, так скажем, с огоньком к этому относятся, не могу ничего сказать, но приходится привлекать специалистов в этой отрасли, то есть, если мы говорим о центральном, то это и легкоатлетическая составляющая, вот, и люди, которые специализируются в этом вопросе, это и зеленый газон, это люди, которые уже построили, там, Донбасс-арену, там, Днепр-арену, Львов, то есть, мы таким уровнем специалистов общаемся, потому как сегодня строят стадион, значит, ну там, так скажем, уровня, значит, рассада или что-то в этом роде, это, наверное, это неправильно. К примеру, это поле сейчас делаем, сейчас надо подстанцию убрать, почему? Потому что подстанция реально мешает, потому как мы не только решаем проблему у самого поля, но мы решаем еще, значит, как архитектурно будет это все выглядеть со стороны, чтобы это не было там понятно, да? Ну, комплексное решение вопроса. Осмотрим, да, и потому натолкнулись на это дело, вот. То же самое тут, когда занялись сетями, оказывается, сети надо, по сути дела, всем делать капитальный ремонт. Для того, чтобы сделать автоматический полив, это нужно стопроцентное резервирование, насос, началось вот здесь, за, ну тут в районе Горевого поля, вот, ближе туда к выходу, да, планируем по плану концепции развития стадиона, она готова. Там будут стоять цистерны, емкости, вот, насосные установлены, которые будут обслуживать два поля. И тренировочное поле это, и, ну, насосные, они равноценные по газону, по системе полива. Все мы делаем так, чтобы с одного центра управления оба поля поливались, так скажем, современным автоматическим способом, чтобы не приезжали пожарники, не включали сегодня там с пожарных гидрантов нам шланги, не раскидывали по полю, и, значит, сутками или там ночью все это дело происходило. То есть делаем на современном уровне. Ну, естественно, это стоит соответствующих денег. В бюджете города в этом году предусмотрена замена табло. На табло выделено частичное финансирование в объеме 3 миллиона гривен, и в марте месяца специалисты, значит, коммунального предприятия исполкома, Женя Богаченко, значит, вылетят со специалистами нашими, задействованными в безопасном городе, в Китай, на завод, я уже договорился там, они едут туда осмотреть, значит, возможности этого табло, потому как нам надо табло, которое будет, ну, на ближайшее, ближайшее будущее, вы будете меня или не меня, там, другого, Иванова Петрова Сидорова, да, брать интервью, и это будет все на экране, так как это сегодня должно быть, и так оно будет Николаеве. Потому нужно совещание провести, нужно раздать всем по своей, значит, Сергея, вот, и, ну, да, есть моменты, которые необходимо нам, как принимающей стороне, организовать помещения определенные, которые связаны с безопасностью проведения, что касается милиции, касается медпункта и так дальше. То ли это будут какие-то автобусы, то ли это будет там распалатка какая-то, МЧСовцами будет на период проведения игр, ничего страшного в этом нету, не вижу, ну, будет у нас 10 игр там, ну, пусть даже это будет весь круг, второй, это 17 игр, из них половина дома, 8, Кубкова, 9, ну, что там еще кто-то, так скажем, еще будут кто-то играть, аматоры, не аматоры, чтобы мы этот процесс организовали. Со стороны Федерации я не вижу позы, абсолютная доброжелательность, понимание вопроса, я думаю, что мы как бы договоримся. Другой вопрос о том, что как сработают наши, вот, ну, я делаю все, чтобы все-таки мы могли дальше продолжать играть. Самый большой вопрос, это, собственно, даже не АБК, самое большое наше поле, конец февраля месяца, я надеюсь, не глянул, мне, мягко говоря, значит, страшно стало. Сегодня требования мы видим в современный стадион, и даже тот же Черноморец, там я вчера в Харькове, с Харькова ехал, вот, то там первые ряды на высоте 2 метра 100, вот, от уровня газона, находятся, значит, и люди не могут, так скажем, не санкционированно выбежать на поле. Вот, мы пока пошли по этому пути, вот, так как были достигнуты договоренности с Федерацией футбола, я думаю, что мы перед началом все-таки пообщаемся с нашими, значит, ультрасы, попытаемся, так скажем, что мы с ними всегда находим какие-то консенсусы, да, там, в большинстве случаев, вот, вот, думаю, что мы в этом вопросе найдемся, хотя нам в том году неоднократно пришлось оплачивать их, так скажем, культуру, вот, фаеры, да, там, и сегодня в преддверии, значит, второй части у нас пока заблокированы, заблокирована возможность до заявки футболистов из-за того, что нами не уплачены штрафы по играм конца чемпионата, когда, к сожалению, случилось то, что случилось, вы видели все после игры с Ильичевцем, значит, всеобщее ликование и эмоции, значит, они все-таки нам сейчас обходятся реальной суммой, и это не 10 тысяч гривен и так дальше. В общем-то, ну, вот, по стадиону, что еще за тренировочное поле сказал, иллюзии я прошу не строить, но, тем не менее, значит, движемся, да, да. Большая проблема еще с периметром стадиона, потому что по регламенту периметр тоже с ним есть проблемы, да, там мы в программе социально-экономичного разведка места Миколаева до 20-го года такую позицию забили, сейчас, правда, на меня уже вылили там, значит, ну, по меньшей мере, там, десяток мусорных машин на мою голову в части, значит, проектной стоимости этого забора, но, тем не менее, это самое, это прогнозные цены, я думаю, этот мусор, значит, не львовский, так что, думаю, мы справимся с местным мусором. Ну, радует Сергей Анатольевич, что, несмотря на проблемы, вы с оптимизмом смотрите в будущее. Нет, я оптимист, да, я оптимист. Сергей Анатольевич Кантер, межсезонье муниципального футбольного клуба Николаев, продолжается, продолжается подготовка к чемпионату. Что касается тренировочного матча, как мы уже и сказали, это была двухсторонка, в которой тренерскому штабу удалось просмотреть в действии практически весь основной состав и потенциальных новичков команды. Сергея Александрова, Мариса Пакаме, о которых мы уже рассказывали, Артема Кулешенко, прибывшего к нам из Реалфармы, Евгения Недолю, последним клубом которого была ФК Полтава, и Максима Щичку, воспитанника «Шахтер Донецк». Также на поле появились и недавно прибывшие на просмотр латиноамериканцы, а именно пять футболистов. Они провели на поле всю игру, но судить об их уровне по одной игре еще рановато. Руководство клуба также проанонсировало появление на просмотре еще двоих латиноамериканцев и пятерых представителей африканского континента. Сама же игра закончилась со счетом 4-0 в пользу зеленых. Голы на счету Артема Кулешенко, Мариса Пакаме, ВГ Саркисяна и Виталия Павлова. На этом, друзья, на сегодня все. Встретимся через неделю. Болейте за наш футбольный клуб. Вперед, Николаев! Редактор субтитров А.Семкин